Мам, Исраэл, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Хеха. Шаббат шалом! И поздравляю вас с календарным Новым Годом! И хоть это и не праздник, знаете, как заповеданный Господом, но всегда приятно входить в что-то новое, всегда приятно оставлять позади что-то старое. И пусть в этом году, знаете, каждый раз мне говорят, не желай ничего хорошего, я желаю вам, чтобы было все. Чтобы у вас было все, чтобы вы прошли через все, и чтобы вы вошли в новое. Это самое главное. Давайте мы благословим Господа. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам дожить до этого дня. Мы благодарим Тебя, что Твои благодати достаточно для каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Ишоа, за то, что Ты победил смерть, и смертью смерть попрал, и дал нам эту надежду в самом себе. Мы просим Тебя, благослови нас сегодня на этом месте, и дай нам, Боже, то слово, которое необходимо нам для этого времени. Аминь. Итак, один из ведущих политологов наших дней назвал молодежь времен развала Советского Союза потерянным поколением. Поколением, которое лишилось жизненных ориентиров. Ну, вы помните, коммунистическая идеология, хоть она и была построена на определенных каких-то правильных позициях, но в конечном итоге на поверку она оказалась не такой сильной, и не выдержав испытаний времени, она просто была разрушена сама в себе. Будущее, оно было непонятным, прошлое, а настоящее, которое было, оно было безысходным. Потеря жизненных ориентиров, знаете, всегда влечет к тому, что можно напороться на рифы суровой реальности и пойти ко дну. И слова песни тех лет говорят сами, ну вот, именно сами в себе. Помните, если бы в то время были, вот любили музыку, мы хотели пить, не было воды, мы хотели света, не было звезды, мы выходили под дождь и пили воду из луж. Мы хотели песен, не было слов, мы хотели спать, не было снов, мы носили траур, ортестр играл тушь. Мы бунтовали ради бунта, это был стиль нашей жизни. Мы бросали вызов устоявшимся укладам и привычному укладу жизни. Мы все ставили под сомнение, не доверяли никому и даже сами себе. Кто-то уходил в бизнес, ну помните, да, перепродажу мы тогда назвали бизнесом. Кто-то становился бандитом, то есть забирал деньги у тех, кто занимался перепродажей. Кто-то уходил в восточные религии, потому что они так бурным цветом рванули на территорию бывшего Советского Союза. Кто-то уходил в оккультизм, потому что внутри была пустота. И, а кто-то, знаете, разочаровавшись во всем, опускал руки и уходил на дно в алкогольном угаре и наркотическом бреду. Для многих людей, молодых людей тех времен и лично для меня, музыка становилась, знаете, своеобразным таким форточкой, такой, через который входил в мою душную жизнь воздух. И я мог включить магнитофон и слушать эту музыку, и что-то во мне происходило. И было много песен, было много коллективов, но одна из этих песен, она стала своеобразным гимном, волеизъявлением нашего поколения, открытым вызовом, знаете, криком сердца. И послание, которое в этой песне, мне кажется, актуально и сегодня. И я не буду петь, но я просто ее процитирую. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Моя проба ведь так и называется. Мы ждем перемен. Только не как утверждение, а как вопрос, на который мы должны ответить прежде всего себе и, естественно, Богу. Ожидание перемен хороший индикатор в нашей жизни. Он говорит о том, что мы не спим, что мы живы, что нам не безразлично, в чем мы пребываем, что происходит вокруг и лично с нами. Это наша молитва к Богу. Наш крик в небеса. Само понятие, само слово перемены означает изменение. Поворот к чему-то, либо новому. Как помните, вопияв Израиль, когда он находился в рабстве Египте, когда уже стал в Невмоготу, и он начал кричать, Господь, где же ты? И Господь, услышав, прислал Моисея. Израиль ждал перемен, и он дождался. Давайте теперь еще один такой небольшой пример. Посмотрим на Иудею времен Ешуа, когда Ешуа родился. Страна оккупирована Римом. Пришли как миротворцы, а остались как хозяева. И взяли, присоединили Иудею в свою империю. Зиоты и сикарии устроили настоящий террор и убивают всех, кто сотрудничает с оккупантами. Они еще помнят чудо Хануки, когда Иуда Маккаби, да, мы недавно Хануку праздновали, помним это чудо, когда Иуда Маккаби с небольшой группой ополчения побеждает великое воинство и освобождает страну. Они помнят об этом чуде, и они пытаются повторить это чудо, а не полной решимости сделать новую Хануку. И они не считаются сыной и жертвами. Саддукеи, в основном священники и левиты, призваны Богом служить в храме и нести ведение народу. У них своя правда. Торговля в храме во славу Божью, в притворе Соломоновым, а почему и нет? И людям поможем, не надо далеко ходить за жертвами, да и сами при делах будем, свободное от служения времени. А что царь Ирод грешит, нарушает Тору, делает беззаконие, ну ничего страшного, а то она и власть. Кто мы такие, чтобы власть критиковать? А кто-то из левитов не выдерживает, вот как Матфей Левий, да, и уходит, отставляет свое служение и становится мытарем. Ну правда иногда появлялись там такие ребята, ну там Иоанн Креститель выходил и говорил, покайтесь хоть к Богу там гадючее. Приходил к Ироду и говорил, что же ты делаешь? Ну договорился, его конечно приговорили потом, помните, посадили в тюрьму, а что потом сделали? Его казнили. Есеи замыкались сами с себе, уходили в пустыню, создавали то, что в будущем назовут религиозным гетто. Где жили тихо, размеренно, обособлено от грешного мира и святой, ну святой жизнью, конечно, немало не переживая, что происходит за стенами. Фарисеи следили за традицией и народом, чтобы эта традиция соблюдалась и не переведи Господи, кто-то ее нарушит. Их ревность по Божьей милости могла завершиться очень просто. Те, кто был против, их выгоняли из синагоги или в крайнем случае побивали камнями. Ну конечно во славу Божью, естественно. А простой народ, что народ, рожали детей и выходили замуж, ели, пили. Народ выживал и приспосабливался к обстоятельствам. Народ искал выход и шел за всеми, кто давал надежду и уменьшал налоги. И всех, знаете, и все эти группы людей, она объединяла одно немаловажное ожидание. Они все ждали перемен. Они все ожидали перемен. Их всех не устраивало положение вещей. Но каждый из них ожидал эти перемены по-своему. Ожидания, они разнились, они были разными. Каждый имел, знаете, свое персональное, свое личное сокровенное. Они хотели изменений, они устали жить в старом. Как я цитировал, перемен требуют наши сердца. Перемен. И они верили, что в этот мир однажды должен прийти Машеях. То, что Бог обетовал, что в этот мир придет Мессия. Царь из колена Давида, Христос, помазанник. И он станет ответом на их ожидания. Он освободит страну, возвесит верных. Израиль обретет былое могущество. И все будет, как в песне, опять же. Хорошо, все будет хорошо. Вот для тех, у каждого все будет хорошо. И вот происходит великое чудо, которое было обетовано пророками прошлого. Исайя, 7 глава, 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение. Сидева в очереве примет и родит сына. И нарекут имя ему Эммануил. Лука, 2 глава, 8 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень. И слава Господня осеяла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. И взывающее слава Вышней Богу. И на земле мир, в человеках благоволения. Спаситель родился в этот мир. Слово облеклось в плоть. Бог телесно воплотился в тленном мире, чтобы весь мир, чтобы явить мир на земле и в человеках благоволения. Помните, как говорил Симеон, да, который ждал этого прихода, который ждал Машеиха, который был в храме. И когда он уже взял этого младенца на руки и благословлял. Лука 2 глава 32 стих. Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Вы понимаете, то есть великое такое чудо. Действительно, просто совершилось то, что ждали многие. Многие люди ждали, многие пророки мечтали бы быть в этом дне. Машеих, Мессия, Царь Израиля, он пришел в этот мир. И это так вдохновило царя Ирода, узурпатора и маникального садиста, что он приказал вырезать всех младенцев и детей в возрасте до трех лет в Вифлееме. То есть ему так это понравилось. Он явно был противником перемен. Его устраивало то положение вещей, в которых он находился. И я хочу вам сказать, что самый страшный и, наверное, самый сильный противник перемен – это дьявол. Это сатана, враг рода человеческого, человек-наневистник, клеветник на братьев. Больше всего его устраивает наша пассивность, наше стремление оправдать свою лень, найти крайнего в собственных неудачах. Он сделает все возможное, чтобы мы призебали в страхе и постоянной усталости, недовольстве, в обидах до самой нашей смерти. Он сделает все, чтобы наши взгляды были устремлены не в будущее, которое обещал нам Бог, а в проблемное настоящее. Ну, и нередко в прошлое. Знаете, виновата не я, виноваты мои бабушки и дедушки. Надо разрушать проклятие в прошлом, без того, чтобы менять сегодня свой характер, без того, чтобы становиться на колени перед Богом и взывать к Его милости. И Он будет использовать множество уловок, возможностей, призывая в союзники обстоятельства, искушения. Он будет ставить, приходить в наши жизни и приносить какие-то трудности, чтобы мы сдались. Сдались, опустили руки. И я хочу вам открыть маленький секрет, что самые лучшие помощники того, кто стоит против перемен, это мы, люди. И чаще всего мы не осознаем это. Наши несовершенные характеры и страхи подкрепляют нас в этой борьбе против перемен. В молитве Отче наш, которую также называют Господней молитвой, мы говорим. Помните, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. И знаете, что мы вкладываем в это? Да будет воля Твоя, но именно так, как надо мне? Или Твоя воля, как хочешь ты, и даже если мне это не нравится. Ведь Бог видит дальше, глубже, Он сердцевидится. Если мы просим хлеба, Он даст нам что? Хлеб. А если мы просим хлеба, но имеем в виду, там, в мыслях пирожное, что нам даст? Хлеб. А если мы хотим, чтобы Он умножил нашу веру, чтобы для Его чудес, ну, что мы утром проснемся, начнем горы передвигать, долины выпрямлять, что Он нам даст? Он даст нам испытания, Он начнет менять наш характер, Он начнет менять наши понимания, и когда мы будем готовы, тогда Он высвободит то, что Он уже приготовил для нас. Ну, не будет, как в сказке, знаете, одной рукой взмахнул, лебеди полетели, второй взмахнул, там корабли поплыли, по щучьему велению, по моему хотению. Послушайте, не бывает такого, это сказки. Не бывает. Бог не сказочник, Бог не джинн, Бог великий, чудный, Он приготовил каждому из нас особенное предназначение, но это должны делать мы. Итак, под лежачий камень вода не бежит. Его воля по отношению к нам благая, угодная и совершенная. Но она может и чаще всего не соответствует нашим ожиданиям, как эта воля должна воплотиться в нашей жизни. Еще раз, внимание, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Его воля по отношению к нам, Божья воля по отношению к нам, благая, угодная и совершенная. Но она может и чаще всего не соответствует нашим ожиданиям, как эта воля должна воплотиться в нашей жизни. Израиль во времена Ешоа ждал перемен и имел определенные ожидания от этих перемен. Все вместе ожидали. Все, весь народ ожидал. И каждый человек ожидал отдельно. А получили Голгофу и Крест, на котором был распят Ешоа. Их надежда на перемены. Как выразили эти сомнения, знаете, два ученика на пути в Имаус. Это такая красивая иллюстрация. В руках 24 глава, 21 стих. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Они говорили, это Ешоа, Который воскрес из мертвых. Ешоа, Который победил смерть. Смертью смерть поправ. Ожидания этих людей были разрушены. Но это не остановило перемен Божьих. Главная перемена шла рядом с ними. А они сожалели о разрушенных ожиданиях. Как мы видим, наши ожидания связаны с переменами в нашей жизни. Но не всегда перемены оправдывают наши ожидания. И нам надо определиться для себя, чего мы хотим от будущих перемен. Хочу вам задать вопрос. Он пока риторический. То есть не надо мне на него отвечать. Ответьте на него сами, себе. А я жду перемен? Я хочу перемен? Нужны ли мне эти перемены? Нужны ли мне эти перемены? Ведь перемены вызывают потрясение моих привычных устоев и сложившихся отношений. Перемены выводят меня из зоны комфорта, в зону конфликта. Они не просто бросают вызов. Они требуют мою реакцию. И что самое главное, мое участие в процессе. Еще раз. Перемены бросают, не просто бросают мне вызов. Они требуют мою реакцию. Они требуют мое участие. Хочу ли я таких перемен? Хочу ли я таких перемен? Как я уже говорил ранее, Израиль, помните, да, исход, первая глава. Израиль вопияет к Богу. Боже, Боже, мы устали, нам тяжело. Помоги нам. Выведи нас. Господь, помоги. Господь, пожалуйста. И Господь услышал. И Он сделал целую историю с Моше, Моисеем. И Он приводит его в Египет, возвращает, потому что Моисей, он бежит из Египта, он его возвращает в Египет. Но после, когда начались перемены, народ начал обвинять Моисея в том, что стало хуже, чем было до того, как Бог ответил на их призыв. Исход, пятая глава, двадцать первый стих. И сказал им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах хараона и рабов его. И дали им меч в руки, чтобы убить нас. Понимаете? Очень часто мы ждем, мы ждем, знаете, чтобы наши перемены, они были как, опять же, слова песни. У меня сегодня как бы одна песня. Одни песни. Помните, перемены были вот такого образа. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Вот сядет, прилетит, мы сядем, а перед нами перемены начнут танцевать. И все начнет на нас кружиться. А потом, как в Иерусалиме, знаете, в Хорнице, в Иерусалиме на нас Дух Святой сойдет. Мы напомним их со силой. Ну, благодать такая, знаете, одним словом. Бог начнет перемены в нашей жизни, вокруг нас. Он сам будет все совершать, а нам только останется, знаете, получать дивиденды и радоваться жизни. Могу отметить, что мы не первые люди, которые так думали. Такими были апостолы Ишуа, такой был народ Израиля на протяжении веков. И вот теперь уже не риторический вопрос к вам. Вы понимаете, да? Я вас ввел к этому моменту, чтобы мы увидели, что во времена Ишуа, во времена Ишуа были такие же люди, как мы. Что они ждали перемен, и каждый ждал своих перемен, и каждый ожидал от этих перемен что-то особенное, что-то свое. Но Бог пришел, и его перемены, они отличались от ожидания народов. Они ждали царя на коне, а получили Ишуа на кресте. Они ждали освободителя от римского ига, а получили спасителя от греха. Ожидания людей и ожидания Божьих. Итак, хотим ли мы, хотим теперь вопрос уже не риторический, хотим ли мы перемен? Хотим ли мы войти в свое призвание и увидеть славу Божью в служении Ему? Готовы ли мы платить цену и отказаться от своих ожиданий, доверившись Богу, что Он даст намного больше и лучше, чего мы хотим? Хотим ли мы видеть, как изменится этот город, страна, люди вокруг нас, наши близкие? Хотим ли мы видеть, как изменится наша община? Как Бог поднимет новые служения, через которых благая весть она будет достигать евреев в Одессе, за Одессой, в других странах? Хотим ли мы перемен? И знаете, очень важно в этом вопросе быть предельно честными, как перед Богом, так и перед самим собой. И есть маленький такой нюанс, что это можно сделать в молитве. Бог сердцевидец. И очень опасно спросить у Бога, знаете, вот есть такие молитвы, которые опасны. Ну, например, был в моей жизни один случай, когда мы были, ну, я работал с одним неверующим молодым человеком, и вот как-то произошел момент, что, ну, не конфликт, но вот такой, и он говорит, ну что, если твой Бог есть, пусть Он мне ответит. И я говорю, давай мы помолимся. Боже, если ты есть, ответь этому молодому человеку. Через две недели мы расстались, он нашел меня и сказал, хватит, забирай свое проклятие назад. Говорит, что случилось? Говорит, у меня все рушится. У меня все рушится. То, что я делал там, узнали, что я воровал. Девушка, с которой я изменял, узнала, что я изменяю. Мои родители, короче, меня выгнали из дома, потому что я тоже их обманывал. Что? Забери свое проклятие, я тебе денег дам. Ну, только не надо мне вот этого. Я говорю, подожди, подожди. Ты помнишь, мы просили, Бог, если ты есть, покажи мне это. И вы знаете, мы помолились другой молитвой. Мы попросили, Бог, покажи, яви свою милость. Яви свою милость. И этот молодой человек покаялся. Слава Богу, он верующий, он, скажем, новозаветний верующий. Но эти опасные молитвы довольно, ну, не очень. Я вам прошу, если вы хотите испытать Бога, попробуйте. Скажите, Бог, если ты есть, покажи мне это, докажи мне. И сразу готовьтесь к тому, что он будет говорить к вам. Сразу, ну, не так, как вы этого ожидаете. То есть волшебник в голубом вертолете не прилетит. Бесплатно кино показывать не будет. Готовьтесь к тому, что его реальность войдет в вашу жизнь. Итак, смотрите, очень важно прийти в молитве Господу. Склониться на колени. Снять все регалии своей жизни. Не слушать похвалы от людей. Не обращать внимания на несогласие своей плоти. Предстать перед Богом. Посмотреть на Его жизнь, на всю жизнь, на свою жизнь Его взглядом. И спросить. Боже, я хочу перемен. Устраивает ли меня то, что со моей жизнью? Нравится ли мне то, что происходит со мной? Хочу ли я видеть то, что Ты приготовил для меня? И если вы получите, вы захотите, вы скажете, да, я хочу перемен. То есть определенные условия. Смотрите, первое условие. Готовность откликнуться на Божий призыв. Исайя 6 глава 8 стих. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Бог призывает людей, чтобы начать перемены в обществе. Бог инициирует перемены в ответ на нашу просьбу. Но совершают эти перемены люди. Он призвал Машея, принца Египта, который был в бегах. Он призвал Давида, пастуха. Он призвал пророка Исайю. Он призвал Матфея Левия, о котором мы сегодня говорили. Который оставил свое служение в храме и ушел в мытарь. И стал, ушел в бизнес. Он призвал Франциска Осийского. Беспечного сына, почтенного торговца. Он призвал Леона Розенберга. Еврея, который разуверивался в Боге. И ушел, стал агностиком. Он призвал обычных людей. Таких, как вы. Таких, как мы все вместе. Таких, как я. Чтобы через нас пришли в этот мир перемены. И Он ждет, чтобы мы были готовы. Он ждет тех, кто откликнется на Его призыв. Сегодня Он призывает каждого из вас. Второе условие. Принять волю Божью. Мы уже немножко говорили об этом. Итак, Лука 24 глава 42 стих. «Отче, ой, если бы ты благоволил, принеси чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет». Это был Гефсиманский сад. И в Гефсимане Господь Ишуа прошел самое тяжелое испытание в своей земной жизни. Он согласился, он соглашается с волей Отца. И добровольно идет на смерть. Он не ставит условия. Он не апеллирует к милости Божьей. Да? Он соглашается, что именно таким образом, как говорит Отец, как хочет Отец, в этот мир придут перемены. Ишуа готов заплатить цену. И он заплатил ее. И потом, когда он уже воскрес, мы увидим другого человека, который откликнулся на призыв Божий. Мы знаем его как апостола Павла, рэбэ Шауля. И он принимает волю Божью. И он говорит в послании к Римской Церкви, 12-го глава с 1-го стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте ваши тела в жертву живую, святую, богоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ула вашего, чтобы познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Третье условие – постоянство. Колоссянам 4-го глава, 2-й стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуясь с ней с благодарением. Ответив на призыв Божий и согласившись с Его волей, важно быть оставаться, пребывать в постоянстве». Само слово «постоянство» означает непрерывность, неизменность, пребывание в одном и том же виде, состояние каких-либо качеств, свойств, верность, неизменная преданность чему-либо, твердость в чем-либо. Посмотрите, какой спектр, какой гигантский спектр. Твердость, преданность, пребывание в одном и том же виде, то есть не меняться, оставаться верным. Это наш характер, который мы совершенствуем через познание Бога в служении другим людям. Это наша повседневная жизнь верующего, которой мы обязаны жить, если только являемся учениками Господа, а не просто носим титул, называемся, успокаивая сами себя. То есть постоянство, постоянно пребывать в том, кем мы есть. Не просто от случая к случаю, от субботы до субботы, от домашней группы до домашней группы. Помните, как в той истории, когда папа с сыном едут по полю, и папа говорит, сынок, если никто не видит, я тут пару дынь украду, а если увидишь кого-то, что кто-то наблюдает, то ты скажи об этом. И папа идет на поле, берет эти две дыни, и сын кричит, папа, смотрят! Он кидает, быстренько говорит, да никого же нет, он говорит, Бог видит. Понимаете? То есть то, что мы делаем в постоянстве, это нужно прежде всего нам. Это мы делаем для нас, для того, чтобы войти в эти перемены. Итак, опять же, Ребе Шауль пишет своему ученику Тимофею, первое послание Тимофея, 4 глава, с 12 стиха. «Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Еще раз, «Будь образцом, то есть постоянством, пребывай в постоянстве, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не приду, занимайся чтением». Что читай? Писание читай, конечно же. «Наставлением, учением, не неради, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Четвертое условие, то есть мы уже говорили, да, услышать Божий призыв, откликнуться на Него, да, принять то, что говорит Господь, принять то, что Он хочет для тебя, Его условия, быть постоянным. И что? Верность. Четвертое условие – это верность. Матфея, 25 глава, 23 стих. «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Знаете, очень важно быть верным. Иногда легко быть верным в испытаниях, но порой трудно быть верным в успехе. Знаете, когда у тебя все хорошо, когда ты видишь, как Бог благоволит к тебе, когда все вот прекрасно, и ты понимаешь, ты вот уже впереди. То есть и когда трудно, и когда хорошо, надо быть верным. Мы доверяем Ему, Богу, даже когда наше служение не на первом плане, когда мы не стоим на сцене, сидим в зале, когда мы не на первом, знаете, на первых ролях, а где-то там, кажется, там, на задворках. Но на самом деле Бог-то видит немножко по-другому. Это мы так смотрим. И смотрите, мы верны в молитве, мы верны в ходатайстве, в проповеди, в служении. Мы совершаем то, что изменяет этот мир. Мы приносим в него перемены. Даже в минуту скорби среди гонений наша верность Богу и Его поручения укрепляют нас. Матфея 5 глава, 12 стих. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Кто любит, кто вообще радуется, когда ему плохо? Когда его гонят, когда его не принимают, когда его не слушают. Ну, кто радуется? А Господь говорит, радуйтесь, веселитесь, пророков догнали. Я вас ставлю на уровень с моими Божьими пророками. Будьте верны в испытаниях, будьте верны в радости, будьте верны, когда все хорошо и когда все плохо. Даже когда Бог поднимает в служении кого-то другого, не меня любимого, я остаюсь верным Ему. Потому что делаю не для людей, а для Бога. Да, людям, но Богу. Людям, но для Бога. Потому что Бог использует нас как инструмент для своей жизни. Он берет нас и использует нас как инструмент. Итак, если мы хотим перемен, то есть я еще раз перечислю, если мы хотим перемен, и мы желаем быть частью этих перемен, то мы должны ответить на Божий призыв, согласиться с волей Господа, с Его волей, и пребывая в постоянстве, хранить верность Творцу и тому делу, которому мы призваны. И в завершение я хочу еще показать такую небольшую иллюстрацию, которая может немножко больше раскроет то, что я говорил. Моровийские братья и их идейный вдохновитель граф Ццендорф являются хорошим примером для нас. Они услышали Божий призыв, приняли его волеизъявление и, будучи постоянными, в том, что они делали, хранили верность в испытаниях. Но знаете, так было не всегда. Изначально эта история была печальна. Моровийские братья, последователи Яна Гуса, которого сожгли за вольнодумство и попытку реформировать церковь, бежали из Чехии, спасая свою жизнь. Граф Ццендорф, богатый юноша, который с детства познал любовь Господа, он приютил этих людей у себя на земле, то есть он был граф, у него были владения. Он приютил их у себя на земле, он построил им селение, он построил им дома и говорит, живите здесь. Он построил этот дом, чтобы поселок, и он ожидал, что именно там восторжествуют библейские истины. Знаете, такой новый Иерусалим в отдельном графстве на земле. Так будет все хорошо, будет все прекрасно. Братья и сестры, знаете, вот как мы иногда думаем, вот будем, вот как есеи в своих религиозных гетто, живем сами себе, тихонечко никого не трогаем, радуемся жизни. Ну, ничего страшного. Но знаете, реальность оказалась более прозаической. В этом поселке верующие пересорились. Из-за декториальных каких-то вещей. Кто-то хотел вот так преломление делать, кто-то хотел вот так делать преломление, кто-то так молится, кто-то не так молится, а этот вообще мне не нравится, а давайте будем дружить против него. И в конечном итоге все закончилось очень весело. Они начали враждовать и обвинили, конечно, кого? Своего благодетеля, графа Ценцендорфа. Вот антихрист, семья антихриста, как он, это он виноват, это он нас собрал здесь, это он нас приютил, это он о нас заботился, как он посмел. И знаете, Ценцендорф очень был опечален и разбит. Его ожидания были разрушены. Его благие намерения и принесенные жертвы осмеяны. А сам он был унижен теми, кому он оказывал милость. Но граф любил Бога. Он жаждал перемен. И это выразилось в его молитве. Он решил для себя, что он не будет прекращать молитву, пока Бог не ответит ему. И я хочу вам сказать, что Бог приходит на наши действия. И Бог ответил. Это было так необычно и сильно, сверхъестественно, что граф просто, знаете, вот что-то вот так, оп, и все, все поменялось. Он встал на ноги и пошел в поселок к своим братьям. Он прошел туда, где его не любили, где его проклинали, где его просто отвергали. Он стучал в каждый дом и умолял каждого человека, чтобы он пришел на молитвенное служение. Он просил, придите, пожалуйста, придите, придите, придите. И, знаете, не хотя они все-таки пришли. Ну, кто-то пришел искренне, кто-то подумал, вдруг еще выгонит из этой земли все-таки же хозяин этой земли. Они пришли. Сан-Сан-Троф опустился перед ними на колени. Граф, человек, обладающий властью, силой, опустился перед ними на колени и начал просить у них прощение. За то, что пытался исполнить свою волю, а не Божью. За то, что пытался исполнить свое желание, а не то, что сказал Господь. И начал благодарить Бога за каждого, за каждого человека. Он начал, и знаете, на собрание сошла слава Божья. И пришло покаяние, и пришло примирение, и пришли перемены. Эта молитва не прерывалась сто лет. Сто лет продолжалась молитва моровийских братьев. Одни уходили, приходили вторые, одни уходили, приходили вторые, и беспрерывно сто лет они стояли за три таких основных момента. Первое, это реформация церкви, чтобы церковь изменилась, чтобы церковь обратилась к людям. Второе, пробуждение, чтобы пришло пробуждение к людям. И третье, чтобы Бог благословил Израиль и восстановил Израиль. И знаете, они были одними из первых, кто начал проповедовать евреям. Они были одними из первых, кто начали молиться за Израиль во спасении. Их проповедь и посвящение Христу изменили целый мир. И вдохновили многих служителей на дело служения Евангелию. И снова нериторический вопрос. А лично ли ты ждешь перемен? Готов ли ты откликнуться на Божий призыв и выйти из замкнутого круга, заплатить цену, чтобы другие вошли в спасение, чтобы Израиль познал, как благ Машеах и Шоа? Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять, как есть, встать и выйти из ряда вон? Сможешь ли ты? Услышать Божий призыв, принять Его волю, согласиться с Его волей и быть в постоянстве призвания и хранить верность. И быть теми, кто меняет этот мир для Бога. Ведь мы призваны быть светом этому миру, который погружен во тьму неверия. Матфея, 5 глава, 14 стиха. Послушайте, мы иногда читаем Писание, и мы не понимаем, кто говорит. Мы читаем написанное слово. Но однажды в моей жизни мне попалась Евангелие, мне подарили, и слова Ешоа были написаны красными, выделены красными. И каждый раз, когда ты читал красный, ты понимал, это говорил Бог, это говорил Бог, который воплотился, Бог, который пришел в этот мир, Бог, чьи слова изменяли целые страны. И по-другому как ты начал смотреть на это. И Он говорит, вы свет миру. Вы свет миру. Он говорил, я свет мир, но теперь Он говорит, вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит во всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Если вы хотите перемен, я призываю вас выйти вперед. Это хорошее начало для изменений, признать, что ты имеешь нужду в переменах в своей жизни. Если ты не уверен в этом, послушайте, не выходите. Это будет честно. Поэтому я говорю вам, если вы понимаете, что вы нуждаетесь в переменах, выходите вперед. У нас сегодня есть хорошая возможность обратиться к Творцу. И мы можем молиться, мы можем говорить к Нему об этом. Не стесняйтесь. Почему мы стесняемся, когда мы совершаем глупые поступки? Но почему мы стесняемся, когда Бог говорит нам? Давайте мы услышим Его. И если вы понимаете, что вы должны идти вперед, идите. Служители, а я Олег Александрович, давайте мы будем молиться за каждого. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хотим продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхомашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу нами, ну и говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану. И когда священники вступили в Иордан, это задача каждого служителя в общине Орхомашех, Бетель, у нас Бет-Симха, у нас есть Ахава-Ишуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. «Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им». Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья, Божья семья в этом году для каждого из нас.